Автор ролика не призывает вас к ненависти. Данная видеопостановка, а все участники актеры. Или в Приднестровье? В Приднестровье. Но это и есть Молдова. Но в Приднестровье. Не надо, мы еще не признаны. Так вот я и говорю, вы есть Молдова, потому что не признаны. Да. Как думаешь, когда признают вас? Никогда. Этого не произойдет. Почему? Если бы нас хотели признать, давно бы признали, правильно? Вообще болгарка. Полностью? Ну. Из Таркли? А, нет, Таркли, это же Молдова. Парканы, да? В смысле Парканы? Ну, это же село, по-моему, в Приднестровье, где очень много болгар. Нет, я из Террасполя. А, ну я украинец, да, из Румынии. Слушай, так была война в 92-м году, да? Ты какую сторону поддерживаешь? Вообще, если честно, никакой. Что те дураки, что те дураки. Вообще, нахер начинать эту войну? Ну, как бы Россия построила эту войну, это весь мир знает. Ну, знаешь, скажи тебе так, у нас очень наивный народ, кстати. Я не спорю. Очень наивный и ждут. 27 лет их даже Россия не признала. Да, да, они до сих пор ждут, пока нас признают. И они верят, они еще, знаешь, типа мы часть России, мы, вот мы с вами, все, нас признают на 100%. Я не знаю, зачем это говорить, зачем так утверждать. Если бы Россия хотела серьезно признать, нас бы давным-давно признали. А так даже, как бы, в принципе, Путин сказал, что кроме помощи ничего больше не будет. Да, и то помощь в последнее время задерживается, да. И то даже нет. Ну, так сказать, если бы у нас была война, ну, как бы между Украиной и Приднестровьем, потому что вроде как собиралось там что-то, Россия, как нам сказала, типа мы вам поможем. Если что, мы как бы вам всегда поможем. Между Украиной и Приднестровьем? Да. Почему? Зачем? Я не знаю, там какой-то бунт тоже собирался. Это когда был? Ну, где-то два или три года назад, наверное. А, ну, то есть уже был аннексирован Крым, оккупирован, да? Да, да, да. Слушай, а вот как ты видишь будущее среднестатистического Приднестровца? Я его не вижу, просто не вижу. Нет, я не говорю в Приднестровье вообще, то есть большая часть же уезжает, так? Ну, как бы это да. Ну, вот именно потому, что нет будущего. Люди из Приднестровья, из девчата, с которыми я общаюсь, они говорят, что в Приднестровье в основном это дети, которые учатся в школе, старики и военные. Это правда? Да, по большей степени да. Понятно. Слушай, и вот у тебя из твоего окружения большая часть уезжает, да? Честно говоря, да. Вот, допустим, те же взять моих подруг, у меня только одна подруга осталась. Всего было девять. Но они навсегда уезжают или поработают и приедут? Навсегда, да? А вот смотри, у вас же с Приднестровским паспортом, ну, только в Молдову можно приехать. Даже Россия не пускает на свою территорию с Приднестровским паспортом. Нет, кстати, смотри, нет, как бы можно поехать вот в Молдову и еще, по-моему, на Украину можно там куда-то. По-моему, если не ошибаюсь, в Одессу я спокойно проезжала. Чисто с Приднестровским паспортом? Да, да, чисто с Приднестровским. Интересно. А по поводу России только вот молдавские. Ну, румынские паспорта получают тоже люди, да? Румынские паспорта получают. И румынские, и российские. Какие хочешь? Ну, ты болгарка, ты можешь, кстати, получить и румынские, и болгарские. Точнее, или румынские, или болгарские. Два страна получать. Уже в планах мы с мамой хотим получить болгарские паспорта. Ну, вы же болгары в Молдове лет 300, да? Сложно доказать, что вы болгар, так? Ну, кстати, да, но, знаешь, как бы там тоже дело техники. Ну, это репатриация получается, так? Ну, типа того. Не, на самом деле, смотри, вот, допустим, у меня есть так вот, по секрету немножко скажу, то, что есть Приднестровский, Молдавский, и мы делаем еще паспорт, но еще, как бы, точно не уверена, что пройдем, не пройдем, потому что там, короче, в Приднестровском паспорте указано, что есть какой еще паспорт. У меня указано, что есть Молдавский. А если есть Молдавский, все, я больше паспортов не могу делать. Почему? Я знаю людей, у которых 4 паспорта есть. Так они либо платят большие деньги, вот. То есть нелегально? Да. Либо, ну, либо просто везение, и никто не увидит. Ну, вот эти вот, короче, что иметь. Слушай, а у вас бабку, которая оппозиционерка была против власти Шерифа, против Красносельского, ну, тогда еще не было Красносельского, против какого-то очередного президента, вас в Приднестровье посадили на 2 года. Помнишь, это было у вас? Честно говоря, не помню. 2017 год, вообще жесть, что у вас происходит. Я знаю, что у вас плохо относятся к Молдове, к Румынии, да, в Приднестровье? Честно говоря, нет, нейтрально, просто нейтрально. Не, ну, я просто вижу, смотрю ваши тесты, ну, как смотрю, я понимаю, что там пропаганда и бред, чисто шерифовские каналы, там как, шутка эта, на канале Шерифа рекламируют супермаркеты Шерифа. Да, да, у нас просто, у нас все в Шерифе, просто шериф. Да, мне говорили, от спичек до футбольной команды Шерифа, так? Да. До печенья и так далее, контрабанда, все это Шериф занимается, так? Да. Ну, это Гушан Виктор, его зовут вроде бы, как, самый главный в этой компании. Ну, это вообще да, да. Я просто слышал то, что после, ну, они рассказывали, что после войны в Приднестровье, там очень был у вас бан, всякие казачки и так далее, которые остались, которые там тоже крышевали какую-то торговлю, какой-то бизнес, который в 90-х, и потом Шериф, их всех рассорил, и остался Шериф, который занял все. Это так было примерно. Шериф, знаешь, если честно, у нас нормальных президентов, так сказать, не было. И в Приднестровье. Серьезно, ну, так оно и есть, как бы, в плане... Ну, знаешь, у нас, серьезно, у нас не было никогда нормальных президентов. Серьезно, что один был, то сидел, то воровал, что второй такой же. Да, да, да. Это Шевчук прикольный чел. Каждый месяц он зарабатывал 2 миллиона евро на всяких схемах и так далее, примерно. В том числе нам, как бы, Россия же выплачивает, ну, как бы, деньги. Да, 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 гум-комвои разворовывают. Там не только Шевчук, кстати, в этом. Да, да, а он все, там и интересно, как он собирался смыться. Он просто собирался переплыть через Молдову. Просто взять, просто попереплыть. Точнее, через Приднестровье в Молдову. Точнее, Приднестровье есть в Молдову, но я имею в виду вот это. Ну, да, да, да. И там его задержали уже. А сейчас он где? Его вроде должны были как уже посадить, я не знаю точно, но он вроде, он сначала... Но у вас уже ему срок, типа, выписали, только ждут его. Ну, да, да. Вообще он скрывался где-то, я не знаю, он... А, в Сочи, он в Сочи скрывался. То есть в России? Почему Россия не выдаст его? Я просто не понимаю. А я что знаю? Не думаю, что спецслужбы... Ну, вот у вас очень сильная, я замечаю, пропаганда против Румынии. Просто 1940 год, знаешь, пакт Молотова-Риббентропа? А, ну... Часть, часть Молдовы откололи, точнее, часть Румынии получается. Вот. И для того, чтобы вот этот... Ну, у меня просто предки украинцы все... Хуцула, знаешь, что такие хуцулы? Слышала? Ну, это горцы. В Украине есть горы Карпаты, у меня все предки из гор. Все горцы. И у меня, получается, предки... И тогда та часть, что не было в составе Украины, УНР, это была Гамсбургская империя. И у меня предки оттуда родились. Короче, очень многое что пережили. Но когда вот это был раскол территории Румынии, когда Советский Союз оккупировал... Я не знаю, возможно, ты сейчас будешь бомбить, типа, как Советский Союз может оккупировать, но я просто говорю факт. Это пакт Молотова-Риббентропа, там и часть Польши тоже была. И чтобы, опять же, люди не хотели вернуться, делали пропаганду против Румынии. И это такие отголоски. Там же была массивная пропаганда против Румынии. Ну, да. Так и даже в Болгарии была же... Когда у вас революция была? Точнее, ты как бы в Болгарии не жила или жила? Нет, я в Болгарии не жила, просто как бы туда там ездила. Ну, у меня просто... Мама, получается, по нации болгарка. У меня же был выбор, то есть, кем я хочу быть. А папа украинец. А, а. Вот. Короче, смотри, у меня, получается, уже был выбор. Я долго думала, типа, все-таки, кем я хочу быть. То есть, потому что я сразу понимала, какой паспорт мне лучше будет потом делать. Ну, у тебя паспорт может быть любой, а национальность, это, мне кажется, что-то в душе. Ну, это, кстати, да. Украинец, кому ты разумеешь, можешь размуляться, так? Типа того. Не только в Рыбнице. Везде. У нас сейчас везде. Просто везде. Ну, а тебе, мне все говорят из Приднестровья, не обращай внимания, это рыбницкие понты, да? Так же самое в Бендерах. В Бендерах это вообще этот, там... А ты не говори, ты когда проезжаешь в Бендерах, не говори, Бендерах, говори, Тигина красивый город, там взорвется у всех. Тигина это типа румынская. А еще бомбят от Транснистрии. На Транснистрии это как бы просто на английском, на румынском так звучит. Типа Транс и Нистрия. Нистрия от слова Нистер и Днестр. Я не понимаю, почему это просто на другом языке. А ты чем болеешь, кстати? Простуда дурацкая. Что за волгоградская, что? Простуда, говорю, дурацкая. По Приднестровью, давай что-то расскажи, какой-то беспредел, что у вас там неинтересно. Знаешь, у нас все больше и больше стало убийств. Серьезно. У нас как бы маленькое такое государство, и вроде все мирно жили, а сейчас что-то как-то страшно уже стало. Политических убийств или просто убийств? Просто убийств. Это прям, ну, 12-летнюю девочку в Кисканском лесу нашли повешенной, это как-то знаешь. Повешенной, это значит, она сама повесилась? Нет, ее, видать, задушили. Просто ты не видел фотографию, там фотография такая, если честно. Она не могла так повеситься, серьезно, честно. Ее, скорее всего, задушили, а потом повесили. Это просто... Сколько в Приднестровье людей именно сейчас, как ты думаешь? Я знаю, что там может писать 600-500 тысяч, ну, как твое мнение? Тысяч 300, наверное. Мне даже кажется, 400 максимум, это прям и то притык, мне кажется. Я видел, у вас какой-то митинг был, по-моему, в Приднестровье. Ну, в смысле, митинг, типа, не против чего-то, а просто там, где что-то с какими-то плакатами были. Даже не против власти что-то связаны, по-моему, что-то против НАТО или так далее. Короче, там одни бабки-пенсионерки были, это жесть вообще. Точнее, вернуть Приднестровье обратно. Говорили, если... Ну, просто, смотри, мы вам не враги, я открою вам тайну. Короче, да, мы вам не враги, и в Молдове... У тебя есть предки, никто не воевал против Молдовы в 92-м? Нет, нет. Слава богу. Никто. Расскажи. Если честно, вот нам говорили, вроде, если как Дадон должен был выиграть, да? Вот сейчас же выборы были, правильно? Были парламентские выборы. Ну вот, и сказали, что если бы, как бы, вот он все-таки возьмется прям-то конкретно, то, скорее всего, нас присоединяет вот прямо официально к Молдове. Ну, сейчас пока что так. Ну, типа, это значит, про Дадона во что думают? Пока, пока все хорошо. А, то есть, так они же против объединения с Молдовой, точнее, возвращения в Молдову, если бы. Так, в том, что и дело, я говорю, я не знаю, я не понимаю наш народ, то они хотят, вроде как, красиво прям вот тянутся, я не знаю, зачем, я говорю, уже лучше бы присоединились уже официально к Молдове, уже хотя бы что-то. Вернулись, если быть точнее, это и есть. Ну, да. Ну, а там же в России повышение пенсионного возраста, вышел новый закон, который запрещает критиковать власть. Это вообще жесть. У нас, как бы, знаешь, пенсию, вот из-за чего, наверное, большинство пенсионеров хотят к России, потому что пенсия, как бы, российская есть, она большая. И вот, скорее всего... Да, по меркам Приднестрова она большая. Ну, да. А как они ее получают, если они, став в России, почти не работают? Просто, скорее всего, у кого есть российский паспорт... Не, ну, понятно, да, но они, по идее, должны иметь какие-то трудовые часы. Я, честно говоря, я без понятия. Не, ну, хорошо. Пока Россия, у России есть такие... Не то, что рычаги... Ну, это и рычаг давления, но заодно это... Приднестровья, это гиря, которую России нужно спонсировать постоянно. А что у вас там в гум-комвоях? Я просто не разбираюсь. Там гуманитарная помощь, что это, как это выглядит? Я просто слышал, но я не знаю точно, как это... Вы ее получаете бесплатно или платно? От России имеешь в виду? Да. Ну, вот, например, твоя семья получала от России какую-то помощь? Честно говоря, по-моему, нет. Ну, просто говорят, что медикаменты и так далее, но люди, с которыми я общаюсь, они говорят, что это они за деньги получают. То есть бесплатно. Может, Россия высылает, чтобы народ получал бесплатно в Приднестровье? Да, Краснодарский себе забирает. Но почему его так, типа, уважают? Его не уважают. Я просто даже без понятия, зачем его выбирали. Типа, он, знаешь, он как бы лапшу на уши людям повесил, да? Как и любой президент Приднестровье. Да, так оно и есть. Он сказал, типа, все будет, все шикарно в этом мире, именно, точнее, в этой республике. Будет все прям, все будет дешевле, все это, знаешь. И как бы пенсионеры, естественно, ведутся на это. А потом сейчас сидят иное. Типа, вот, пенсия маленькая, как бы поднимаются цены. Короче, зачем тогда выбирать надо было это? Я не знаю. Уже бы оставили кого-то. Хотя, знаешь, Шевчук тоже не подарок. А он когда? Он сколько раз был? Два или три года? Посмотри, какие у вас президенты были? Смирнов, Шевчук, Красносельский, еще кто? Я просто тоже позабывал. Ну, это три, которых я знаю. Ну, я тоже вот этих трех знаю. Дом. Спасибо за субтитры DimaTorzok Продолжение следует...